Добрый день! Сегодня Валентинович снова выехал в поля и на сей раз в село Лыково. Село Лыково известно в первую очередь тем, что здесь нашли знаменитый шлем то ли Ярополка Ростиславича, то ли Ярослава Всеволодовича. Это интересный объект, о нем два слова позже. А вот лично мне это село любопытно росписями, стенописями. Внутри храма 1811 года здесь погибает целая композиция «Страшный суд», которую многие из вас не видели. Посмотрим. Центром общественной жизни древности, средних веков, да и просто до революции, всегда в России была церковь. Ну а именно храм, храмовое здание, куда ходили крестить, отпевать, куда ходили венчаться, исповедоваться и так далее. Молиться, верить в Бога – храм 1811 года, покрова Божьей Матери. Кстати, интересно, да, у нас же во Владимире самая знаменитая церковь под Владимиром – покрова на Нерли. А какой храм знают в России все иностранцы? Ну, разумеется, собор Василия Блаженного, храм Покрова на Рву перед Спасскими воротами Кремля. Все очень традиционно. А до этого храма здесь стояли храмы деревянные. Георгия Победоносца, да, на Юрьев день работы сельскохозяйственной начинались, на Юрьев день, но только уже осенью заканчивались. И Николая Чудотворца, которого, между прочим, тоже считали покровителем скота. Ну а в историю российской археологии сие место вошло в 1808 году с находкой шлема, знаменитого шлема, принадлежащего то ли Ярополку Ростиславичу, это была битва на Колыкше 1176 года, то ли Ярославу Всеволодовичу. Кстати, это его двоюродный брат – битва 1216 года. Об этом здесь помнят, и даже памятник недавно поставили, так называемый Лыковский шишак, в память о том, что здесь был найден этот шлем. В дыму он, в дыму междоусобиц. Пойду туда. Итак, памятник Лыковский шишак. Можно очень много сказать об истории. Липецкая битва или там битва на Колыкше. Но я хочу сказать другое, что если здесь, в Лыково, нашли шлем, шлем конца 12-го, начала 13-го веков, такой выделки, то есть такой ювелирной работы, да, на нем серебряные накладки, иконы, и такой ремесленной работы в плане ковки, кузнечной работы, то это значит, что в те времена эта земля была весьма ремесленно развита. То есть это была земля цивилизации. Это очень важно, на самом деле, потому что Лыково находится примерно прямо посередине Юрьева Аполия. И памятник здесь не зря. То есть человек, который приедет сюда в гости, он побывает в самом средокрестие русской земли, русской Суздальской земли, откуда, собственно, пошло государство российское. Можно сказать, точка отсчета. Хотя его подлинная история этого шлема, именно его личная история, она не очень хорошая. Это история междоусобицы и братоубийственной войны. Этот храм настоящий памятник русскому крестьянству, на средство которого он и был возведен в начале 19 столетия. Кстати, это проект уменьшенный. 1500 квадратных метров площади и высота 40 метров. На роскошный, богатый проект денег не хватило. Этот храм никогда в своей истории не закрывался. И отдельно он уникален погибающими росписями, выполненными в 1838 году. Зайдем внутрь старинной сельской церкви. Господи благослови! В всей церкви есть даже небольшой музей, несколько витрин. Все это любезно организовано настоятелем для того, чтобы познакомить нас, приходящих гостей, прихожан, с историей храма дореволюционной или даже советской эпохи. Между прочим, здесь есть заявление от священника храма села Лыково к председателю колхоза, дабы согласовать с ним время богослужений во время посевной и уборочной, кампании. И заявление это написано во времена Иосифа Сталина. Особенно интересен сей храм, сохранившийся стенописью Страшного Суда 1838 года. Это делает церковь Покрова села Лыково сверхуникальным храмом Владимирской области. Потому что у нас знают Страшный суд Рублева, у нас есть менее известный Страшный суд Марка Матвеева. А вот в академической манере, как здесь, Страшный суд вы больше в области не найдете. Причем это не реставрировалось практически никогда. Эта стенопись, выполненная в правлении Николая Первого Павловича, сохранилась до нашего времени практически первозданной, за исключением того, что она погибает. Осыпалась часть сцены воскресения мертвых. Сыпется ад. И самое плохое, об этом практически никто не знает. А что такое Страшный суд? Некоторые думают, что там будет судья, адвокат, прокурор. Нет. Страшный суд – это паруси, это второе пришествие Христа. И все, кто Христовы, просто будут со Христом. А все, кто не Христовы, он там для них ад приготовлен. Ими же самими. Это второе страшное пришествие Христа. Именно так, кстати, подписан и Страшный суд в Владимирском Успенском соборе. А кто Христов? Кто со Христом? Тот, кто выпил больше всех святой воды? Нет. Тот, кто увидел Бога в своем ближнем. Здесь наверху есть указание, напоминание человеку, что ближнего голодного надо накормить, а жаждущего напоить. А того, кто в узах или в болезни, посетить. Тот, кто делает ближнему то, что он сделал бы Богу, тот Христов. Тот наследует вечную блаженную жизнь. А грешник? А он не воскреснет на суд. Сказано, не воскресну, нечестивей на суд. Ни же грешница в совет праведный. Вот так на стенах небольшого, казалось бы, сельского храма в масштабах России изображена как бы вся глобальность одной единственной человеческой жизни. Нашей жизни, вашей жизни. Не менее уникальными, чем страшный суд, в основном объеме храма, являются росписи алтаря. Здесь это страсти Христовы. Виа Долороза, крестный путь. Последние дни и часы жизни Иисуса Христа. Бичевание. Несение креста. Падение под тяжестью. Распятие. Интересно, что здесь точно есть такие католические западные мотивы. Посмотрите, например, у Богородицы, у Девы Марии сердце пронзено. Сердце матери разрывалось при страданиях сына. Снятие с креста. Кто-то скажет, что это такое липоватое деревенское. Однако, довольно неплохая академическая манера. И еще раз подчеркну, это никогда не реставрировалось. Это подлинник, подлинник, дошедший до нас с эпохи Николая Первого. Такова Покровская церковь села Лыково. Храм посреди полей. Храм уникальный. И в честь Божией Матери. Следующий наш храм тоже будет в честь Божией Матери. В честь положения Ея Рис. Суздальский Резоположенский монастырь. Итак, вперед! Нас ждет город Суздаль впервые. Субтитры создавал DimaTorzok